Никите Лукашевичу 17 лет, учится в 11-й школе. Он капитан команды по киберспорту. И во всех соревнованиях, которые проводились по данной дисциплине в Бресте, она неизменно становилась лидером. Киберспорту юноша посвящает много времени. При этом умеет грамотно расставлять приоритеты и серьезно относится к учебе. Все-таки выпускной, 11-й класс. Средний балл по успеваемости 8, разговорный английский и в планах поступления в университет по направлению туризм. Бресте проходило около пяти турниров. И все турниры выигрывал именно я в составе своей команды. А сейчас я, честно, не знаю, что у нас за противники. Но так как я никого из них не встречал на предыдущих турнирах, я думаю, что это нам особо трудностей не составит. И как бы верим в себя и желаем удачи сопернику. Я киберспортом, ну как в общем играю, занимаюсь достаточно долго. Года четыре, плюс-минус. Вот. Почему я принял участие? Потому что как-то хочется добиться чего-то в жизни. Сначала начинать с малого, а потом как-то продвигаться в будущем. Соревнования по киберспорту проводятся в Бресте не впервые. На этот раз организаторами стали Брестский городской исполнительный комитет, Брестская городская организация БРСМ, а также киберспортивный клуб «Хаос». Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж. Заявок в этот раз поступило очень много, а зарегистрировано в качестве участников, как и планировалось, только 16 команд. Главная цель этого мероприятия – это сплочение молодежи, занятие их в правильном направлении, в правильном русле. Мы готовы сегодня организовать такие компьютерные игры по разным дисциплинам. Нравится спортивная деятельность, тоже готовы организовать. Наши киберспортивные клубы в Бресте входят в ассоциацию компьютерного спорта в Республике Беларусь. Представителями этой федерации являются фирма А1, бывшая фирма Велком, представители ВОКО и ВОКО Гейминг ТВ и так далее. Мы развиваем киберспорт в Республике Беларусь в Бресте и также в других городах Беларуси. Киберспорт именно как спорт. Отдельный вид спорта. В других странах это уже вид спорта. Но у нас ещё неофициальный вид спорта. Поэтому пытаемся это развить как вид спорта. Киберспорт развивает логику и аналитическое мышление, внимание и тактику, скорость принятия решений. Это возможность зарабатывать высокие гонорары на турнирах мирового уровня. Поскольку спонсоры инвестируют огромные деньги в данное направление. Поэтому, чтобы достичь хороших результатов тем, кто занимается киберспортом и долгое время проводит у компьютера, просто необходимо научиться самоконтролю, грамотно распределять своё время и не забывать о физических нагрузках.